В Юрьевец приехала сестра кинорежиссера Андрея Тарковского Марина Арсеньевна. Цель ее визита – знакомство с архивом брата. Кроме того, Марина окажет помощь сотрудникам Юрьевецкого музея в систематизации поступивших документов. Хранители фондов столкнулись с рядом непредвиденных проблем, и Марина Арсеньевна поможет их разрешить. Фотографии все не подписанные, все находятся в хаотичном таком порядке, то есть их нужно трибутировать, разложить по хронологии, сказать, кто на них изображен, потому как мы по роду своей деятельности знаем не всех, с кем общался непосредственно Андрей Арсеньевич. Марина Тарковская также стала экспертом в определении принадлежности почерка брату. Она подсказывала, где свои правки вносил лично Андрей Тарковский, а где его секретарь Ольга Суркова. Ее рукой написано письмо кинорежиссера к Брежневу. Письмо было найдено. Мы вообще-то думали, что это письмо написано было самим Тарковским, но, как оказалось, Марина Арсеньевна посмотрела, почерк слечила и пришла к выводу, что письмо написано было скорее Ольгой Евгеньевной Сурковой, его личным секретарем, по диктовку самого Тарковского. Но подпись под этим письмом непосредственно стоит оригинальной, самого Андрея Арсеньевича Тарковского. Еще до знакомства с архивом Марина Тарковская мечтала посмотреть дневники кинорежиссера, но их не оказалось среди документов. Зато внимание привлекли блокноты с записями кинорежиссера. Вот этот альбомчик, я считаю, один из самых интересных в этой коллекции. Это дополнение к книге «Сопоставление», которая потом выйдет под названием «Запечатленное время». Вот этот текст написан рукой Тарковского, весь этот текст. И это очень интересно, потому что речь идет о детстве Тарковского. В этом блокноте содержится воспоминание Андрея Тарковского о зиме 1942 года, которую кинорежиссер провел в Юревце. Описания той поры удивительно перекликаются с настоящим. В канун Нового года там выпало столько снега, что по городу было почти невозможно ходить. По тротуарам в разных направлениях медленно двигались люди, неся на коромыслах ведра полные черного пенистого пива. Они с трудом расходились на узких протоптанных в снегу тропинках и поздравляли друг друга с праздником. Никакого вина в продаже, конечно, не было, но в городе был пивной завод. Я тоже, кстати, об этом слышала. И по праздникам жителям Юревца разрешалось покупать пиво в неограниченном количестве. Когда состоялись торги в Лондоне, стало поступать много информации о якобы подлинных вещах, принадлежавших семье кинорежиссера. В частности, речь шла о мебели из дома Тарковских в Юревце. Марине Арсеньевне предстоит определить их подлинность. Меня очень интересует эта тема, потому что, к сожалению, тот буфет, который стоит в Юревецком музее, это буфет той эпохи, того времени, но это не он, это не наш буфет. Ну, так часто делается в музеях, когда нет подлинных вещей, то появляются вещи той эпохи, примерные, похожие по виду и по времени. А вдруг действительно этот буфет как бы наш? Вот хочется посмотреть. Музейные работники надеются и на дальнейшее сотрудничество с Тарковской. Благодаря Марине знакомство с архивом завершено. Есть уверенность, что в документы не закрадутся ошибки. Полученный архив бесценен и представляет необычальный интерес для исследовательской работы. На его основе можно будет создать не один десяток диссертаций.